Йо-хо-хо, йо-хо-хо и бутылка Рома. С вами Депрессия и это еженедельный обзор событий в лучшей браузерной игре. Нару-добро. Встречает нас нового ниндзя, Сакура Рождество. Предлагает нам вместе встретить снежную зиму. Не знаю, как у вас, а у меня до сих пор снега за окном нет. Раз со снегом нам не повезло, возможно нам повезло с новогодними событиями. Давайте посмотрим. Первое, что нас встречает возврат за платежи, стоит в последнюю неделю. До 31-го числа, то есть во вторник, последний день, когда можно будет сюда закинуть слитков и забрать самого бесполезного и самого дорогого ниндзя. Мадару, Чихо, Дзинтюрьки, Десятихвостов. Дальше у нас идет Ловец Удачи. Наруто Ашура на рулеточке. Донатим, крутим. Вроде никаких акций нам сюда не подвезли. Ключей нету, сфер нет. Грустно, печально. На Новый год могли бы и акцию быть. Для обычных игроков победить 15 раз на арене и получить команду соплежуевых на выбор. Канахамару, Дон или Баэги. Третье наше событие. Ярмарка Канохи. Зовем друзей. Если нет друзей, то заводим твинков. Обмениваем все буквами. Поднимаем БМ. Собираем опциональный набор амулетов. Самый лучший лот за полные буквы. Есть зелья. 500 зелий можно взять. Это хорошо. Как раз под фуку будет самое топ. Полные фуку можно взять в виде зелий. Следующее событие. Новогодний календарик. Стоит уже давно. Отмечаемся. Забираем наградки. Пятое событие. Это фуку Рокумару Мания. Дают Яматанбу. И дают одного Хакаги на выбор. Обратите внимание, что Хакаги обычно не этот Энсей. Также дают сферку и дают флаг. Флаг это классно. Следующее у нас древо мечтаний. Фрукты наконец поменяли. Сделали более полезными. Следующее наше событие. Это Большой Куш. Отличное событие. Есть Хирузен. Сразу говорю. Вот этот Наруто. Вот этот Мадара. Вам вряд ли упадут. Люди тратили 500 прокрутов. И ни разу они не упали. А вот Хирузен за 500 прокрутов падает. Это хорошо. Также за 500 прокрутов нам дадут 40 фрагментов редких ниндзя на выбор. Это Саски Сусана. Это Эй 4 Райкаги. И это Цунада 5 Хакаги. Цунадку кстати можно пособирать. Потому что давно ее не было. И для коллекции пригодится. Следующее наше событие. Это временная заточка. Возвратная заточка. Стандартное событие. Тратим 750 точек. Забираем 2 пилюльки. Едем дальше. А дальше нас встречает максимальная щедрость от 101 XP. 40 купонов. 40 купонов за АИ. Просто новогоднее событие. Класс. Дальше у нас по плану имбирной радости. Хорошее событие. Первый день нас ждет расход ключей Грота. Ключи тратить я не советую. Потому что ключи надо тратить в ребейт ключей Грота. Где нам дают золотую сферку. Тут нам дают фиолетовую. Они нам нахер не сдались. Их мало. Также здесь будет рейтинг бои. Будет арена. Будут скорее всего свитки печати. Скорее всего еще раз рейтинг бои. И на что нам стоит обратить внимание. Это на Наруто Ашера. Первая продажа за купоны обойдется примерно в 22-24 тысячи купонов. Имбирные монетки стоят 1 монетка за 25 купонов. Иди нахер. Также с этой коробки может упасть еще одна монетка. Но падает очень редко. Так что все кто копили купоны по Ашеру. Вот ваш шанс. Как раз еще по отфуку. То есть просто замечательно. Следующее наше событие. Праздник фейерверков. Обратите внимание. Что очков салютов теперь требуется больше. Чем в прошлый раз. Если можно было за всю неделю фейерверков забрать костюм. То теперь скорее всего вы заберете только где-то 40 фрагментов. Также это касается ниндзя. Хотя ту же кушину можно забрать тоже где-то под 40 с лишним. Это вполне неплохо. Учитывая что это просто так. Дальше у нас идет снежное Рождество. Как раз то событие. Куда мы с вами и собирались потратить наши сердечки с прошлой недели. Сердечки тратятся на эти носочки. С носочек может упасть какой-то предмет на БМ. Могут упасть купоны. Купонов падает мало. Так что сильно не парьтесь. По-моему 20. БМ падает по-моему 5 даров на боку. 5 купонов на тренировку. И что-то в этом духе. Также могут упасть вот эти вот предметы, которыми мы наряжаем елку. И эти очки мы меняем вот на эти вот награды. Советую сразу брать здесь Сакура Рождества. Неизвестно потом будет она или не будет. Но лучше взять ее побольше, чтобы полностью собрать этого ниндзя. На аренке довольно фаново и можно поиграть. Следующее наше событие. Возврат за тренировку. Сразу скажу, событие полное говно. Потому что учитываются только траты за купоны и за слитки. То есть если у вас есть вот эти вот купоны на тренировку, они не идут в учет от этого ребейта. Собственно поэтому нет смысла их копить. Сразу просто тратить за все, что есть. Потому что ребейт в 2000 это почти 20 тысяч. Вы получите очень маленький профит. Также у нас есть дары девятихвостого. Стандартное поле. Все те же фиолетовые материалы, которые нахер никому уже не нужны. Есть ягода и есть костюм. Который если вы не собирали, в принципе можно дособирать здесь. Также нам завезли племит. Всякие плюшки можно посмотреть. Вот собственно зелье развития. Можно тут брать каждый день по 150. У нас получается с ярмарки 500. И здесь мы почти берем 7 дней по 150. То есть мы почти целую фуку можем сделать на зелях. Это очень классно. У кого есть 20, советую тратить зельность сюда. Также нас тут ждут процентные тактики. Если у вас до сих пор нет 15 процентов, я советую затариться. Это даст очень много БМ и будет очень полезно. Точки очень дорогие. Лучше покупать в ярмарке. И вот собственно еще сердечек можно докупить. Но награды честно говоря какие-то не очень. Вот эти вот зеленые амулеты за точки. Это вообще, блин, смех какой-то. Также на этой неделе нам ввели долгожданные прорывы. Которым я думаю будут все рады. Первый отличный прорыв это асуна, клинки и ветра. На что стоит обратить внимание на смелость. 40 чакры. Для чего это нужно? Учитывая, что сейчас очень много и тачи до тенсеи. И хирузен бьет очень мало. Можно брать тентен в ВВН. У нее гибридный дамаг, тай и нин урон. То есть и тачи не режут. И чакры будет 60 как раз хватать, чтобы сметать на санинах и гирчеликов с лоу бэм. И также стоит прокачать вот эту вот пассивочку, которая вам даст баф. Только уже не с полными хапами, а выше 70%. То есть это тоже очень классно. Если вас чуть-чуть продамажили, вы все равно ударите очень больно. Отличные прорывы. Вторую ниндзя с прорывами это у нас обычные какузы. Я не знаю будет он играть или не будет. Вчитываться мне, честно говоря, не очень хочется. Как бы и хер бы с ним. И самое интересное, это какузы гнев земли. Ввели наконец на него прорывы. Прорывы делаются с 4 звезд. Какие прорывы надо будет делать в первую очередь? Это дополнительную атаку. 100 фрагментов. И это вот эта вот пассивочка, чтобы за каждую чакру вам давали атаку ниндзюцу. Это тоже 100. То есть вам для комфортной игры на нем надо минимум 200 фрагментов. Ну собственно я не знаю где это брать. Потому что сейчас событий его нигде нет. Возможно на следующей неделе или через одну что-то это появится. Ну бы конечно классно, будь он фейерверком. И собственно вроде на этом все. Мы посмотрели с вами новогодние события. События неплохие. Есть куда потратить 20-ку. Причем потратить именно в зелье даст очень много БМ. Сделайте фуку. Также можно на эту 20-ку собрать целого Наруто Ашеру. Тоже будет очень классно. Или покрутить большой куш. То есть целых 3 возможных варианта, куда потратить купоны на эту новогоднюю неделю. Собственно на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего. Отличных вам новогодних праздников. Много не пейте. Ведите себя хорошо. Пока-пока.